всем привет меня зовут наталья инспири и это youtube канал о том как начать новую жизнь и измениться до неузнаваемости сейчас я нахожусь в процессе съемок двухнедельного бьюти челленджа за окном весна и появилась острая непреодолимое желание привести себя в порядок и я ставлю в этом двухнедельном бьюти челленджи я поставила для себя вот такие цели во первых вести новую привычку и делать массаж гуаша регулярно каждый день я насмотрелась в интернете вот этих классных роликов до и после как там гуаша преображает все отеки убирает все там подтягивается вообще до небес куда-то и и тоже вдохновилась решила попробовать далее следующая задача у меня это отбеливание зубов она уже происходит в процессе не знаю заметно чего-то нет но я накупила отбеливающих полосок это не рекламная интеграция я купила первые попавшиеся в магазине здесь финляндии и использую их то есть уже есть определенный опыт и в конце видео я поделюсь с вами результатами что мне с этого получилось или не получилось так далее я хочу ввести в свою рутину автобрендирование автозагар я очень бледная я буквально серая я когда выхожу на улицу без макияжа я сливаю с этими серыми весенними сугробами знаете вдоль дороги что вот оттаивает вот такого цвета я плюс-минус и я решила добавить какого-то солнца сочности свою внешность я купила разные автозагары вот этот у меня уже был использован в испании один раз этот у меня стоит уже на полгода я даже не открывала на полочке и новый я купила для лица а всех о них расскажу как я буду ими пользоваться еще одна задача у меня которая передо мной стоит это изменить оттенок моих волос я на данный момент выхожу из черного то есть у меня уже в испании если вы смотрели мой влог были попытки там что-то новенькое привнести в свою прическу и я делала смывку сделала осветление а вот так я стала конечно же рыжая мне парикмахер говорит что это промежуточный этап и короче я два раза тонировалась ничего там не затонировалась но в общем тоже подробнее расскажу позже я накупила разных средств и это не все средства которые я купила для того чтобы как-то справляться с рыжим красным оттенком волос буду этим всем пользоваться посмотрим о самых лучших я вам тоже расскажу за эти две недели вот еще конечно же у меня сейчас проходит йога челлендж видео будет опубликовано концу апреля и он тоже конечно же наверняка повлияет на мою внешность да и уже влияет потому что челлендж уже идет и я чувствую свое состояние как йога классно влияет но прежде прежде чем я перейду к основной части ролика я хочу с вами поделиться внутренней мотивацией не только весна является причиной того что я снова вернулась к бьюти влога во первых на меня повлиял рестарт который я проводила в марте то есть он немножко опять перестроил все в моей голове и на путь истины мне немножко наставил поэтому бьюти контента на этом канале будет больше а еще что я вам хочу сказать я хочу сказать что я уже больше конечно не та закомплексованная девочка который не нравилось ее полностью отражение в зеркале когда которая хотела там все переделать там лепила фотки в инстаграм и грустила того что она не такая клевая как эти инстадивы в общем это уже слава богу позади но но я себе знаю и знаю что я никогда не отпущу одну ситуацию если ее не проработаю как бы я могла выглядеть если бы не бросала начатое если бы не бросала свои бьюти привычки которые как бы хочу вести потом бросаю как бы я выглядела если бы действительно постаралась я знаю что я талантливый человек и за все что я берусь и если я это довожу до конца у у меня это супер классно получается и для меня важна внешняя составляющая но почему-то и на своем канале и свою бытовой жизни это будто передавать себя начала и уходить куда-то в более философские теоретические дебри поэтому я хочу вернуться снова откуда-то оттуда в реальный физический мир и проверить как я могу выглядеть если я действительно постараюсь что давайте пожелаем мне удачи и переходим к основной части видео погнали состояние моей кожи меня устраивает да есть акне но я сейчас прохожу лечение адапаленом и он активирует все проблемные зоны и в июне будет уже год как я регулярно использую ретинол ретиноиды в своем уходе и несмотря там на несколько прыщей на лице то что было раньше это что есть сейчас то что мне вообще грех жаловаться просто спокойно продолжаю свой курс лечения и не рыпаюсь так сказать в этот раз у меня нет цели добавлять что-то новое свой уход за кожей лица единственное что у меня дотянулись руки до пробников которые копятся обычно на туалетном столике а так все обычно главное для меня в уходе это не пропускать лекарства от акне сейчас буду использовать первый раз своей жизни отбеливающие полоски для зубов я купила первые попавшиеся в магазине мне ни разу ими не пользовалась нужно понять как это работает и начать этим пользоваться попробую здесь 28 полосок мне часто моя дурость очень мешает видео снимать потому что я несу всякую дичь мне потом ее вырезать приходится потому что неадекватная женщина так есть какая-то инструкция и она внутри то есть тут написано смочите зубы слюной отлично потом нанесите отбеливающую полосочку на верхний ряд зубов а нижний желтый что с нижним это делать надо на них наносить что ли а повторите тот же шаг для ваших нижних зубов давайте попробуем не их купила очень давно они лежат прокрастинируют у меня и и окей я сделаю хорошо теперь то же самое за нижних оставьте на 15 минут используйте один раз в день следующий шаг это гоша и 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 так сейчас идет 7 день моего бьюти челленджа состояние противоречивое в чем-то действительно level up в чем-то я вообще не понимаю зачем вкладываете усилия но продолжаем я не сбилась графика ни в чем и я реально делаю все и я в шоке что это оказывается легче чем я думала я думала что это будет какой-то адский ад в плане знаете вот этой вот продуктивности когда надо делать все и это и гуаша там у меня еще параллельно челлендж по йоге снимаю для вас то есть он выйдет вам понравится и много чего еще и мне казалось что это как-то супер сложно и на самом деле нет ну ладно короче сегодня у меня что происходит я хочу избавиться от этого рыжего оттенка волос откуда он у меня появился вообще у брюнетки то я выхожу из черного то есть по причине того что я очень седая я устаю подкрашивать свои корни я вам об этом уже говорила фу волосы летают я еще и мне просто надоело быть в одном свете волос я хочу что-то помягче подороже поинтереснее но вместо подороже я получила вот этот вот рыжий оттенок мне парикмахер утверждает что это промежуточный этап что надо теперь еще подрастить и еще раз потом с ними что-то сделать чтобы было то что я хочу и я два раза делала тонирование я два раза заплатила за тонирование но вот что они мне в принципе сделали и утверждают что это максимум окей я не верю но поверю мне очень не нравится рыжий ну просто не то что на других мне нравится мне просто не идет вот смотрите какая я холодненькая я прям синяя вообще у меня потом кожа все розово-холодный и глаза и все и вообще а вот этот цвет конечно я с ним как мочалка я накупила средств разных которые домашние окрашивающие маски которые должны должны мне помочь шампуни и так далее потратила на это колоссальное количество денег к слову я купила вот такой вот шампунь серебряный и мне утверждали что на мой темный не блонд заметьте у меня да а на мой темный оттенок волос подойдет деньги коту под смарку не работает раньше я пользовалась вот таким шампунчиком good by yellow но у меня еще был good by orange и good by orange работал но здесь мне почему-то его не найти я купила его помню в бангкоке мы там были несколько дней я купила там и там и воспользовалась и мне понравился good by orange я помню один раз пользовалась но я не смогла его увезти в ручной клади я забыла и мне пришлось выкинуть его в аэропорту а здесь мне не найти я купила еще вот это средство далее у меня есть вот эти классные маски например cool espresso я им иногда пользовалась когда была черненькая сейчас я не пробовала но нормальное средство потом когда я постепенно стала осветляться вот в испании вы видели я иногда пользовалась шоколад touch но вот этот цвет не знаю есть ли смысл какой-то шоколад мне тут класть если я хочу если я хочу просто более холодный оттенок волос или как минимум нейтральный нейтральный блин поэтому да что еще у меня есть у меня еще есть red king и как раз то он типа для темных волос типа должен помочь вот что убирает красный оттенок темных волосах что я могу сказать коту подсмарку коту подсмарку не знаю зачем мне он сейчас куча денег именно вот туда куда я говорю и нервов меня это ужасно весит когда есть какой-то инструмент ты тратишь на него деньги а он вообще ни разу не работает я не понимаю с кем он вообще должен работать зачем вы вообще это все пишите на упаковке короче бунт у меня ну видать я деньги гребу лопатой раз я купила еще одно средство еще но понимаете они все стоят в от 20 до 35 евро я купила еще for reasons и буду сейчас использовать вот эту вот маску графитовую и велика вероятность что я буду зеленая после нее но мне зеленый нравится больше чем рыжий хотя зеленая я была однажды давно поэтому сейчас попробую эту масочку и посмотрим что из этого получится я немножко в отчаянии погнали теперь нужно оставить на 10 минут но если честно я уже вижу что не работает пигменты даже нет ну то есть я не знаю посмотрим но мне кажется что уже нифига то есть это и то и ми как фильмы говорят ждем 10 минут я отвлеклась на публикацию нового видео и продержала маску на волосах час час вместо 10 я не знаю что из этого получится потому что я вообще буду зеленая пурпурная или вообще ничего не изменится что скорее всего вероятно либо же ну не знаю короче час короче как я вижу чудо не произошло вот честно либо я дура либо как объяснить вот все это где черным по белому написано для темных волос чтобы убрать красный либо желтый с них пигмент дает холодный оттенок что тут холодного мне дало честно вот просто куча денег я даже посчитаю наверное может быть где-то здесь посчитаю напишу вам сколько я на это все потратила но нифига просто ни-фига и вот технологии там 2024 год искусственный интеллект он отнимет у нас работу искусственный интеллект можете придумать нормальные вообще красящие какие-то пигменты для волос чтобы убирать красный оттенок потому что я в салоне тонировалась два раза каждый мне раз обходился в 120 евро и вот эти штуки они все стоят по 30 здесь еще наверное 120 и я все равно рыжая короче я очень жду вашей поддержки советов и рекомендаций я не знаю концу этого челленджа я справлюсь сама с этим или нет ну в общем если вы знаете какие-то тонирующие средства может профессиональные какие-то вещи которые я могу заказать да и протонироваться как-то сама потому что в салон ходить понимаете если бы это еще работало так там не работает и приходишь тонируешься и сидишь перед зеркалом и сама себе внушаешь что что-то изменилось что эти деньги и время потрачены не зря я высушила волосы и немножко я вижу какая-то разница в оттенке есть но это настолько микроскопический эффект который я списываю просто на ну самообман скорее я сейчас сниму видео после мне снято до сейчас сниму видео после при естественном освещении да 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 при дневном свете видна разница и она мне вроде как нравится то есть волосы стали менее оранжевыми и более нейтральными все-таки сработало не знаю нужно ли в следующий раз час держать маску на волосах но ну 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 нормально смотрите фух аж отлегло хоть что-то работает хоть что-то фух маме еще глашала еще не сделала массаж этот вообще раздвоение личности страны прекрасно быть женщиной с другой стороны навешали на тебя на женщину дофига и больше либо другие вот и сама понятно короче уже семь дней сейчас седьмой день как я пользуюсь отбеливающими полочками для зубов и то же самое что и с волосами какой-то эффект есть какой-то но может быть это уже самый обман опять работу моего мозга который очень хочет верить в то что усилия оправдываются и средства потраченные оправдываются мне еще неделя впереди продолжаем все по фоне по плану сегодня уже одиннадцатый день моего бьюти челленджа быстро летит время хотя первоначально мне казалось что никогда не закончится что я впрягаюсь какую-то очень сложную тягомотину что я поняла за 11 дней что пользоваться гуаша я не знаю как сама эта штука называется массаж гуаша а вот это тоже гуаша будем называть его гуаша и массаж оказался гораздо проще то есть его гораздо проще оказалось вклинить в рутину чем мне казалось я думала что такая вот тягомотина это утром вечером утром еще может быть особенно когда куда-то спешишь но вечером после душа когда читаешь смотришь кино он просто с мужем вечером разговариваешь параллельно вот делаю себе массаж и это оказалось не то чтобы удобно быстро но еще и очень даже приятно я не супер тактильный человек вообще даже не тактильный но мне нравится мне нравится особенно вот масса шеи вот на вот эту территорию массажировать вот здесь и лицо приятно какие-то зажимы уже я чувствую что они под расслабились но об этом позже и поэтому вообще строилась в рутину гуаша отлично если вы тактильный человек то вам вообще будет в кайф так что дальше у меня дальше я поняла что очень тяжело ухаживать за собой когда редко выходишь из дома я вынужденный домосед потому что я работаю отсюда и в центр мне ездить далековато в основном все встречи с кем-то происходят именно в центре хельсинки и вот это вот рутина ежедневная в растянутом халате и как-то тяжело себя мотивировать и собой еще ухаживать сверх меры тем более в принципе я девушка ухоженная у меня отлаженная какая-то бьюти рутина не супер какая-то сложная но все-таки она есть и я как бы в порядке и дело что-то сверх меры но 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 как я поняла основной эффект дает не столько результат от бьюти процедур как сам факт того что ты это для себя делаешь то что ты выбираешь себя то что ты уделяешь время себе и своему телу нанести крем сделать массаж и вот сам факт такого отношения к себе немножко меняет само восприятие ощущение настроение как-то в принципе становишься более внимательны к себе и в других вещах тоже но все выводы я сделаю позже уже в конце челленджа а пока приступаю к следующему это автобронзирование я раньше ходила в солярий грешна до года два назад наверное может быть три последний раз там была сейчас уже прозрела достаточно чтобы понимать насколько это вредно и туда я не пойду но при этом тенок своей кожи более какой-то солнечный теплый я хотела бы поэтому давайте попробуем попробуем автобронзирование я купила капли клоранс такие красавчики чем приятная вещь на туалетном столике и я попробую нанести их на лицо и зону декольте а для тела у меня есть два варианта от гарнир и от сани хани этим автозагаром я пользовалась в испании один раз он то есть сразу тебя бронзирует воняет как и все остальные хотя блогерка по совету которой я это купила утверждала что он не воняет ну знаете блогерам этим доверять надо проверять вот но тон дает красивый и вроде как хорошо но я тогда была когда наносила его я была без перчаток и еле потом оттерла руки то есть то есть я помыла но он сразу понимаете он сразу впитывается особенно в коже вот ладоней он вообще всасывается там я терла пемзы для пяток руки чтобы как-то ну наверно люди показаться и я уже усвоила свои ошибки и первый раз жизни купила перчатку перчатку для нанесения автозагара господи как на нас делают бабки производители потому что вот это вот перчатка вот просто кусочек какого-то поролона стыдно сказать обошелся мне 8 евро надули и надулась я сама попробую воспользоваться ей может быть она как-то супер классно распределяет загар давайте внушим себе что это деньги не выкинутые зря вот я сейчас переодену халат потому что этот жалко надену тот который не жалко и погнали я беру крем и как открыть сказано что налицо две-три капли давайте попробуем 1 ну давай 23 хотя там вроде уже 5 перемешиваю вместе с кремом можно не перемешивать но как бы у него два варианта есть нанесения так и так и наношу из-за моего опыта хочу сказать что ни в коем случае не наносите на брови и очень близко к линии роста волос потому что там он как-то сильнее впитается и может сами волоски впитаться но по крайней мере прошлая версия так дела да и все автозагары поэтому лучше вот избегать этой территории это очень важно и там где волосы главное равномерно нанести я еще нанесу на зону декольте его тоже с кремом на ушки можно нанести на мочки ушей и за уши чтобы у нас не было лицо отдельно от всего другого немножко на веки и зона декольте так я закончила и теперь надо перейти к телу вот я только не знаю какой каким воспользоваться ну давайте попробуем вот этим вот самым обычным гарниером до этого пойду в ванну чтобы ничего здесь не попачкать нанесу на все тело с помощью вот этой штуки и что важно у меня кожа хорошо увлажнена всю вот эту вот неделю все вот эти 11 дней я очень тщательно увлажняла ее делаю эксфолиант то есть все чтобы кожа была максимально гладкая увлажненная чтобы автозагар хорошо распределился очень важный момент пойдемте в этом видео я показываю вам уже второе свое нанесение автозагаром после первого автозагар гарнир лег хорошо вполне симпатично но для весны я считаю что одного раза вполне достаточно здесь я уже экспериментирую как делала я раньше и смешиваю автозагар вместе с обычным лосьоном чтобы он не давал такой плотный оттенок но хорошо распределялся по коже и чтобы можно было так сказать закреплять результат хотя бы раз-два в неделю конечно же он имеет неприятный специфический запах как и все остальные автозагары но он и не обещал мне собственно другого я знала на что шла перчатка работает тоже хорошо я буду ей пользоваться во первых она защищает руки во вторых действительно равномернее распределяет средства по коже я сейчас села перед камерой и бом-бом-бом извините меня не зря я две недели работала над собой посмотрите какая улыбка видите разницу с предыдущими видео не зря эти полоски по утрам клеила мне очень нравится но прежде чем я перейду к итогам и результатам этого бьюти челленджа я хочу пригласить вас в описании под этим видео там будут перечислены все мои продукты и услуги активные на данный момент если вы хотите пройти практику приобрести гайд или например вебинар по youtube у меня тоже есть такая услуга вебинар плюс гайд по youtube где вы можете где вы можете получить все рекомендации по ведению ютуба от меня переходите в описании под видео может быть там найдете для себя что-то интересное так но давайте по порядку поделюсь своим опытом и сразу предупрежу что я некорректно нанесла автозагар на кисти рук вчера поэтому они могут выглядеть странно это не отмывается потому что я экспериментировала так ну вот такой вот эксперимент но он временный больше этого не повторится четыре пункта у меня было гуаша отбеливание зубов корректировка тона волос и что-то еще автозагар давайте по порядку гуаша за две недели результаты я особо никакого не вижу наверное это маленький срок либо у меня какая-то неправильная техника либо у меня лицо особо без отеков чтобы вообще обычно гуаша используют чтобы вот отеки устранить наверное их нету может это просто зимний жирок но как бы я эффекты короче не почувствовала но мне просто приятно мне просто приятно пользоваться гуаша в особенности по вечерам я продолжу еще буду пользоваться им регулярно две недели и потом сравним мои до и после у меня как бы все отснято и я думаю что вам будет интересно буду не буду легко сдаваться следующее что я делала следующая я использовала отбеливающие полоски для зубов где-то в середине вот на себя постоянно смотрю не могу теперь мне нравится я в камере я вернулась и использовала полоски которые называются ай white меня пугали в комментариях когда я в одном из видео говорила о том что хочу отбелить зубы полосками мне говорили что испортится эмаль там зубы будут супер чувствительные я была к этому готова но этого не произошло во первых я слышала как-то от моего стоматолога что эмаль у меня достаточно крепкая поэтому чувствительности чувствительности зубов не появилась какой-то то есть ничего такого и не испытала что еще немножко было ощущение дискомфорта на деснах но совсем легкое и неудивительно ведь есть какие-то видать активные компоненты которые как-то влияют но не только на зубы на деснашине тоже попадают рекомендую я или нет конкретно эти полоски да мне не показались очень мягкими приятными и эффект есть еще контраст с загаром тоже красивый результат дает я куплю эти и еще закажу какие-нибудь на amazon у меня есть одни отложены я их закажу поэкспериментирую расскажу вам потом какие лучше какие хуже вот поэтому если у вас зубы не чувствительные десны не чувствительные то почему нет попробуйте конечно же желательно своим стоматологом проконсультироваться и быть ответственным самому отвечать за свое здоровье а не слушать их там блогерок из интернета да и мне понравилось я могу рекомендовать что вам делать решайте пожалуйста сами следующее автозагар я использовала гарнир он сейчас на мне на лице у меня класс я забыла его картиночку добавлю куда-нибудь сюда на теле от гарнир хороший бюджетный если не смущает ванища используйте на здоровье одного тщательного хорошего нанесения на увлажненную кожу вполне достаточно и я ходила с автозагаром в сауну и потому что у автозагаров есть такой эффект нехороший бывает они некрасиво слазят с кожи но поскольку она у меня увлажнена она мне не шелушится здоровая то и автозагар смывался например после той же сауны очень равномерно и я не заметила не где-то там белых пятен а где-то темных то есть все было отлично но опять же повторюсь кожа моя кожа тела в порядке она в очень хорошем состоянии я вам обязательно сниму отдельное про это видео если интересно торопите меня со съемкой этого видео в комментариях ну и четвертый пункт это у меня изменение оттенка волос да вот вы сейчас меня видите я не рыжая это хорошо волосы приятного такого оттенка но я бы конечно хотела еще холоднее потому что когда я прям вся холодная на мне холодные оттенки и косметики но не прям синюшные а холодные и волос мне это больше всего идет я чувствую себя максимально комфортно по средствам для волос все которые я перечислила ерунда они мне не подходят то есть они были перечислены видео если у вас плюс-минус такая же ситуация с волосами как и у меня как видите то я не рекомендую то есть все эти средства и вот это она немножко работает но это того не стоит я попробую у этой линейки for reasons еще другие средства то есть у них там разные оттенки есть но вот еще один раз нанесу и все короче как бы расход огромный но это может быть тоже мои какие-то тараканы я поделилась с вами своими впечатлениями за эти две недели могу сказать что касаемо рутины начала и продолжила я себе очень сильно удивилась в следующем я расскажу вам что я ввожу свою рутину холодный душ я принимала его уже пару дней и все больше ничего рассказывать не буду увидите в следующем бьюти влоге и еще какие-то вещи я добавлю новые а из тех что у меня есть я продолжу пользоваться гуаша чисто ради настойчивости я продолжу использовать капли клоранс но автозагар для тела я поменяю я хочу найти не вонючий для меня это очень важно полоски тоже оставлю своей рутине но вот с оттеночными вот этими штуками так себе история ну смотрите на меня господи даешь сияю какая зайка спасибо что провели это время со мной и до скорых встреч пока спасибо